Здравствуйте! Вы смотрите новости. О самых важных событиях этого дня расскажут корреспонденты ЮТВ и я, Наталья Богданова. Но сейчас коротко о самых главных темах этого выпуска. Участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель» будут обеспечивать жильем. Чем закончились главные экологические скандалы 2019-го? В Оренбурге прошел маркет местной еды и открылась главная городская елка. Более подробно об этих новостях и не только расскажем далее в выпуске. Муниципалитеты обяжут обеспечивать жильем специалистов, работающих по программе «Земский доктор» и «Земский учитель». А у общественных организаций появилась возможность получить материальное поощрение за программы, связанные с охраной правопорядка. Что еще обсуждали на заседании правительства, узнала Анастасия Клесова. В 2020 году в Оренбургской области начнется реализация программы «Земский учитель». 34 педагога должны переехать на работу в сельскую местность или города с населением менее 50 тысяч человек. В рамках программы учителя получат подъемными миллион рублей, но должны будут отработать в муниципалитете от 3 до 5 лет. Помимо подъемных, в правительстве предложили обеспечивать педагогов и врачей жильем. По жилью-то как-то сможем мы закрепить обязательства, что мы обязаны в территории, в муниципалитете представить. Те, кто у нас пойдет по этим программам, как по федеральным, так и по региональным. Как по здравоохранению, так и по образованию. Вряд территории, которые успешно уже справились с этой задачей. Также на заседании правительства обсудили действующую в регионе программу «Доступная среда». Показатели реализации проекта в Оренбургской области в 2019-м среди регионов выше среднего – 65%. Об этом сообщила министр социального развития Оренбургской области Татьяна Самохина. Субъект какой-то заявлял 500 объектов, а мы заявили 2500. Поэтому проценты низкие. Неважно, сколько мы заявили, это же вопрос доступности, а не количества объектов. Казаки и другие общественные организации, обеспечивающие охрану правопорядка, получат больше возможностей. В правительстве предложили поощрять тех, чей проект правового акта будет принят. Осуществляется поощрение граждан, которые оказывали содействие полиции, участвовали в задержании правонарушителей, активно сдавали оружие. А теперь предусматривается денежная сумма тем, кто предлагает проект правового акта. И он будет принят и направлен на мероприятие по обеспечению правопорядка. Также продолжается работа над дизайн-кодом Оренбургской области. И сейчас согласование рекламных конструкций в муниципалитетах происходит без утвержденной схемы размещения. Напомню, дизайн-код у Оренбурга появится в 2020 году. Анастасия Клесова, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ. В 2019 году на проблемы, связанные с экологией, жаловались жители Ташлинского, Переволодского, Сокмарского и других районов. Разбирательства с загрязнением воздуха предприятиями не прекращались на протяжении года. Наши корреспонденты вспомнили самые громкие конфликты на эту тему и узнали, чем они завершились. В 2019 году жители нескольких районов Оренбургской области заявляли о серьезных экологических проблемах. Однако разбирательства с нефтяниками начались лишь во время предвыборной кампании Дениса Паслера. Одним из ярких примеров отработки ситуации стало приостановление работы компании «Велес» в Переволодском. По словам губернатора области, в правительстве полностью пересматривают работу профильных служб и создают систему открытого экологического мониторинга. Негодяй в хорошем и плохом смысле этого условия так себя ведет и просто не хочет обращать внимание и считаться жизненным. Но, конечно же, с такими мы будем давить точку. Несмотря на попытки решить вопрос с выбросом вредных веществ в Переволодском, в чатах инициативных групп по-прежнему можно встретить сообщения о неприятных запахах и невозможности даже открыть окно. По словам министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Александра Самбурского, нефтяники пытаются уменьшить негативное воздействие на экологию. На сегодняшний день предприятие приняло меры, пересмотрело свою политику работы со шламами, которую она вела. Но надо не забывать, что касаться этого предприятия, то судебные разбирательства в их нарушениях еще не закончены. Точку в этом вопросе ставить, скорее всего, рано. По данным портала Ориненформ, в Оренбурже работает более 50 нефтедобывающих компаний. В регионе запасы нефти сосредоточены в 198 месторождениях и составляют около полумиллиона тонн. Ежегодно добывается более 20 миллионов. По данным СанПИН, для промышленных объектов рассчитывается санитарно-защитная зона от 50 до 1000 метров для каждого класса опасности. Большинство нефтяных предприятий имеет первый класс опасности. В 2019 году жители Ташлинского, Сокмарского, Переволодского и других районах и городах области заявляли об экологических проблемах. С января по октябрь 2019 на дежурный телефон ГБУ Экологической службы Оренбургской области поступило более 4,5 тысячи звонков с жалобами оренбуржцев на резкие запахи. Запах не всегда свидетельствует о превышении концентрации. Это не показатель. Превышение концентрации может быть абсолютно без всякого запаха. Всегда, чтобы сделать какие-то выводы, нам нужно провести лабораторные анализы. Либо на передвижной лабораторной станции, либо уже как-то потом по факту. Мы не можем говорить, например, о санитарно-защитной зоне до лицензионного участка, поскольку это не объект для расчета санитарно-защитной зоны, а объектом является лишь именно какой-то конкретный технический объект. Жители Сокмарского района, как и многие другие, уже несколько лет борются за чистый воздух. На территории муниципалитета работают два нефтяных предприятия – Рост и терминал и Преображенскнефть. Рядом с Красным коммунаром находятся еще несколько сел в непосредственной близости от двух компаний. Рост и терминал размещен всего в 500 метрах от первой жилой застройки в поселке Дворике. По словам жителей, расстояние до предприятия еще меньше – около 250 метров. Экологическая экспертиза поначалу никакой не проводилась. Подписи никаких граждан не собирали, а потом они уже постфактум собрали эти подписи, хотя многие из них, по сути дела, фальшивые. Одной рукой написано. Возникают головные боли, возникает тошнота, рвота, что невозможно дышать, то есть спазмы в горле в прямом смысле слова. Увеличилось количество людей с гипертоническими болезнями, аллергетиков, увеличилось среди детей, астматиков. У меня ничего не хватит на терминал. Идут не ко мне, в другой терминал, идут на МВУ, когда неблагоприятные терминологические условия. То есть мы не работаем ни слив, ни налив. Напомню, в апреле 2019-го жители сел Луговой и Бородинск сообщили о постоянных выбросах сероводорода. Они обвиняли компанию «Сладковско-Заречная», занимающуюся добычей нефти. Сейчас предприятия активно взаимодействуют с жителями и реагируют на их жалобы. Один из ярких примеров – село Бородинск. Мы с инициативной группой, каждый, допустим, производственный объект, который мы там новое открываем, или какую-то реконструкцию проводим, уже дважды приглашали прямо на объект жителей, показывали, чтобы не было каких-то домыслов, слухов. Они сами своими глазами могли увидеть, что происходит и как происходит. Закрывать нефтяные предприятия в области никто не планирует, ведь компании предоставляют рабочие места, платят налоги и инвестируют средства в развитие региона. Эксперты считают, что нужны не только штрафные санкции для нефтяников, но и поощрения для тех, у кого длительное время не происходит выбросов. Снизили количество источников загрязняющих веществ на 5 единиц. То есть сейчас весь газ, который у нас, согласно разрешениям, сжигается на факелах. Мы эти факела планомерно их количество уменьшаем. В итоге мы придем к какому-то одному источнику на заводе УПН, который мы планируем построить в ближайшие годы. Сейчас строительство уже началось. Многие активисты приобретают газоанализаторы и постоянно отслеживают загрязненность воздуха. Ослеживание экологической ситуации в регионе ведется с помощью 11 стационарных постов и двух передвижных лабораторий. Однако подобный мониторинг не имеет юридической силы. Как сообщил Александр Самбурский, области необходимо еще 9 стационарных постов. Чтобы аккредитовать пост, надо порядка одного года. От 500 тысяч до 1 миллиона рублей, чтобы получить аккредитацию. Информация с этих постов будет носить информативный характер, но она будет объективной. Потому что на этих постах установлено фактически то же самое оборудование, что и на наших постах. Она будет позволять и гражданам, и контролирующим органам оперативно реагировать. Отмечу, что в 2020 году компания Сладковско-Заречная планирует строительство нефтепровода. Это решит проблему с простоем цистерн на железнодорожных станциях и нефтеналевым. И практически исключит выбросы вредных веществ. Пока экологический вопрос стоит в регионе остро, а решение проблем займет долгое время. Анастасия Клёсова, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ. В Оренбурге открылась главная ёлка у Дома Советов. Граждане поделились, как создают новогоднее настроение и как загадывают желания в новогоднюю ночь. Открытие главной ёлки состояло в сквере Дома Советов. Хотя в СМИ появлялась информация, что в этом году ёлки на прежнем месте не будет. И главный праздник переместится на набережную. Жители города открытие порадовало. Вместо одного символа Нового года был целый ансамбль изнаряженных ёлочек. Для тех, кто так и не смог проникнуться праздничной атмосферой, оренбуржцы поделились своими рецептами новогоднего настроения. Просто его поднимать. Надо включить любимую музыку новогоднюю желательно. Встретить знакомых, пообщаться с ними. О чём хорошем, позитивном. О том, что было в прошлом году. Или о том, что планируют, мечтают. Мы с друзьями в снежки играли. Аж я заболел чуть-чуть. Новый год для оренбуржцев по-прежнему семейный праздник. А символом неизменно остаётся оливье и ирония судьбы. Хотя молодёжь чаще предпочитает семейным посиделкам встречи с друзьями. И не забывать про друзей. Или просто поехать куда-нибудь в то место, куда ты хочешь. В самый твой любимый город. Или исполнить свою мечту. Не будем забывать, что праздничная ночь – прекрасный повод загадывать желания. Об этом знают все. И если у детей принятый способ приблизиться к мечтам – это письма Деду Морозу, то для взрослых повод заморочиться и найти как можно больше возможностей для исполнения желаний. Говорите, мышка, мышка, пожалуйста, исполни моё желание. Пишем только под бой курантов, сжигаем об свечи, бросаем в бокал. Ну, как получается, шампанского или не шампанского. И это ещё надо выпить, в общем, всю эту бумажку горелую дожевать, съесть, но всё сбывается. Ну, под бой курант, естественно, сколько сможем, столько загадать. Впереди новогодняя ночь и январские каникулы. Для оренбушцев в этот период на разных сценических площадках, а также библиотеках и музеях пройдут более 250 мероприятий. Подробную информацию можно найти на сайте администрации города. В минувшие выходные в Оренбурге впервые состоялся маркет местной еды. Кто и как создавал новогоднюю атмосферу, узнал Ванесса Петерс. Маркет местной еды прошёл в Оренбурге в первый раз. На прилавках можно было увидеть бургеры, вегетарианский фалафель, пряники, горячие напитки и вкусные десерты. И главное, что отметили все посетители, это по-настоящему новогодняя атмосфера. Очень хорошо заходят бургеры. Необычно для нашего города, нам очень нравится. Наконец-то у нас хоть что-то придумывают интересное, людям есть куда сходить. Мы довольны. Я поела картошку, попробовала безукогольный гильфейн, очень вкусно. Организаторы гастро-ярмарки позаботились и об экологии. На площадке не установили контейнеры, ассортировку мусора. Кроме этого, жители могли купить экологичные стаканчики. Самый первый маркет мы сделали нашей небольшой командой 7 лет назад в Москве. И наша основная цель и миссия была помочь и вдохновить как можно больше людей начинать собственное дело. То есть эти маркеты существуют для того, чтобы поддерживать микробизнесы. Организаторы хотят продолжать в нашем городе историю фестиваля местной еды. И планируют приехать сюда еще раз следующим летом. Также известно, что фестиваль будет проходить со 2 по 7 января. Возможно, в новом формате. Манесса Педерс, Олег Николаев, Краскотелеканал ЮТВ. Оренбуржцам предлагают стать ближе к искусству и посетить студенческие спектакли. В Колледже культуры и искусств состоялась премьера «Балерина-политотдела». Как попасть на спектакль, расскажем далее. Мы находившиеся в полоте забыли, что девочка танцует. Сиди на поле. Спектакль «Балерина-политотдела» поставлен по повести Юрия Яковлева, в основе которой подлинная история. Балетместер организовал при политотделе армии танцевальную группу из воспитанников Ленинградского дворца пионеров. Ребята дали на фронте 3000 концертов. Этот спектакль об отваге и мужестве, на которое способно детское сердце и о том, что значит по-настоящему жить любимым делом. Каждый год должны помнить подрастающие поколения о подвиге, совершенном детьми, фронтовыми детьми в том числе. Тема была подобрана, всегда было интересно, насколько раньше были сильные люди, а смогли ли мы так сейчас, например. С октября этого года студенческий театр «Синяя птица» запустил бесплатные постановки в колледже для городского зрителя. Премьера балерина-политотдела планируется и февральской афишей вместе с другими постановками. Коротко постриженными волосами гордо вскинула. На стене появилась литиганка, а молодой боясь будет отдалить. Начиная проект, студенты и руководители боялись не получить отклик от зрителей, но идеи горожане поддержали, и сейчас с удовольствием приходят на студенческие спектакли. Главной задачей проекта является вклад в культурное воспитание и влияние на людей через искусство. Музыка подобрана, и вообще уже готовые артисты. А спектакль, ну, очень тронул спектакль, потому что эта тема сейчас самая такая насущная. Я очень люблю твои темы, и мне очень понравилось. Молодцы, дичи. Ой, весь курс. Вся забота о костюмах и декорациях лежит полностью на студентах. Сейчас в главном здании колледжа проходит ремонт, и студентам приходится выступать на малой сцене актового зала. Подробную информацию об афише можно найти на сайте колледжа или по телефону 77-42-92. Виктория Палкина, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете посмотреть на нашем сайте utv.ru или в нашем инстаграме utv.orin. Если у вас возникли вопросы или вы хотите рассказать о своих новостях, звоните по номеру 093-88. Наша редакция поздравляет вас с Новым годом и желает хороших январских праздников. С вами была Наталья Богданова. Всего вам доброго. Оставайтесь на ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok